Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. 3 февраля 2021 года в Тульской области пропала Мария Мунтян. Поступили сведения, что её тело было недавно найдено и отправлено на экспертизу. Я сделаю расклад. Причина смерти Марии Мунтян. Что могло произойти с девушкой? Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео будет находиться номер телефона. Внутреннее состояние незадолго до смерти. Что она показывала внешне? Как она считала, какой её видят люди окружающие? Как её реально видели? Какие у неё были цели? Определить причину смерти. Общая причина смерти. Причина, которая привела к смерти. Обстоятельства смерти. Фон, на котором происходила смерть. Я открываю все позиции и буду рассказывать. Поехали. 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 Какое у нее было внутреннее состояние? Внутреннее состояние я здесь вижу. Это в первую очередь, конечно же, сорванный отдых. Неприятности вообще могли начаться именно с Марии из-за ее эмоционального состояния. Также она могла попасть под влияние другого человека. Ложное решение. Эта карта говорит о том, что было ложное решение. Также Мария могла быть в алкогольном опьянении. Это также, карта говорит о том, что было возможно предательство со стороны мужчины, который ей нравился. Это также говорит карта об отвергнутой любви. Что она незадолго до смерти показывала? Здесь у нас идет мощная карта старшего аркана в перевернутом виде. Эта карта говорит о том, что внешне у нее была паника. Она паниковала. У нее было состояние отчаяния. У нее было сильное разочарование. И для нее жизнь не имела смысла без любви. Вот как она считала, какой ее видит? Здесь опять идет старший аркан, но он в перевернутом положении. Она считала, что ее видит неудачницей. Что у нее не складываются семейные отношения. Вот так она считала, что ее видит. Возможно, работала она на той работе, которая ей не очень-то нравилась. Также, возможно, люди видели, что она цепляется за прошлое. И она это понимала, что другие это тоже видят. Что в жизни, в ее личной, определенный застой. И также эта карта может показывать на конфликтной ситуации в семье. Как ее реально видели люди. Здесь идет карта десятка пентаклей в перевернутом положении. И опять-таки, эта карта говорит о потере стабильности. Возможно, были проблемы с жильем. Это конфликтные ситуации в семье. Мысли о материальном благополучии. Однозначно, семейные проблемы. Какие у нее были цели? Ну, молодая женщина хотела выйти замуж. Вот у нее какие были цели. Она хотела успеха. Она хотела благополучия. Но это, вы знаете, еще так же эта карта может говорить о застолье, о каком-то веселом время при вождении. Возможно, она очень долго ждала этого отдыха. Определить причину смерти. Вы знаете, то, что я вижу в этой карте? Карта мощнейшая. Колесо фортуны – это приватности судьбы. Это рог. Оно может повернуться так, что человек попадает именно под это колесо. А может повернуться так, что он окажется на поверхности. Это однозначно неудачная поездка. Ей вообще не надо было, конечно же, ехать, возможно, с этими людьми, с этими именно людьми в эту поездку. Здесь есть сожаление. Вот здесь есть отчаяние. Но я о насильственной смерти здесь не вижу. Следующее. Общая причина смерти. Эта карта говорит о том, что не было сил. Это усталость. Это также могли быть какие-то хронические болезни. Причина, которая привела к смерти. Неприятности. И это обман. Это также небрежное отношение к своей жизни, к своей судьбе, к самой себе. Так же обстоятельства смерти. Это несчастный случай. Так как это была зима, возможно, либо у нее намокла одежда, но здесь однозначно присутствует, либо она попала в снег, в мокрый, либо намокла одежда. И она не могла дальше двигаться. Фон, на котором происходила смерть. Это идет нарушение. Нарушение именно психологического состояния девушки. Проблемы в отношениях, проблемы во взаимоотношениях. Также могли быть проблемы из-за вмешательства третьих лиц. Также это беспомощность и бессмысленный конфликт. Это нелепое стечение обстоятельств. Насильственной смерти я не вижу. И я не вижу, чтобы здесь было изначально какое-то нападение на девушку. Девушка замерзла, девушка устала. Она, скорее всего, заблудилась и не смогла выйти. Возможно, она куда-то попала. В снег попала, застряла, уснула и замерзла. Если вам по данному видео есть что-то рассказать, сообщить, напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Берегите себя. Всего вам доброго.